Привет, Интернет! С вами Андрей из Австралии. У нас тут все еще стоит Дубарь, несмотря на то, что уже вроде как сентябрь, но по ночам 5 градусов, днем 20-25, и вот эти 25 градусов, они особо тепло не чувствуются, как бы, ну просто еще земля не нагрелась, и было бы это, грубо говоря, летом, там было потеплее. Но сегодня поговорим мы о качестве австралийских домов. YouTube каким-то образом показал мне эти видео, не знаю почему, я вроде как не искал, но посмотрел на NSW и на Викторию. Есть там один мужик, я так понял, он достаточно популярный на Фейсбуке, который является контролером домов, то есть люди специально его нанимают для того, чтобы проверить различные стадии вашего дома, да, и он повлияет насчет соответствия стандартам и тому подобного. Вот, такой вот добрал. Так вот, так вот, вот, кстати, строят тоже. Качество, конечно, тут в Австралии это песня, вот, потому как нанимают людей не особо профессиональных. Вот, очень много раз я слышал о ситуации, когда там, грубо говоря, студентов, айтишников набирают, индусов, которые сначала ложат или кладут кирпич, а вот, потом переодеваются и становятся пейнтерами и красят там что-то внутри дома. Вот, ну и понятное дело, что все это с таким качеством, что, ну, сами понимаете, да, когда нету профессии, такое, то качество просто ужасное. Вот, ну и, как один там рассказывал, говорит, захотел себе один сосед сделать, да, driveway, то есть, ну, дорожку, да, к дому, черную, вот, ну и заказал он это дело сделать. Ну, чё, вот этот индус берет, делает полностью белую дорожку, а потом сверху красит черной краской, вот, но в итоге получилось черное, только вот через 7 лет вся эта дорога облезла и выглядит, мягко говоря, ужасно. Вот, ну, это как бы такое минимальное вещи, да, вот этот вот контролер, он там показывал, конечно, там, жесть, то есть, теоретически, вот, допустим, те же самые окна, вот идет слайд двери, да, ну, которые, как и окно, как и дверь, они, по идее, должны быть защищены от воды, да, ну, и, собственно говоря, вот, как он делает, просто-напросто поливает из шланга вот это вот окно, вот, и потом смотрит, там, есть водозащита или нет, ну, и там был дом на сваях, и вода вообще начала поступать с другого, с другой стороны дома капать, там, вот, то есть это понятное дело, что это все дело потом начать, и это при том, что, как бы, полностью железный дом, там, все остальное, вот, ну, плесень будет даже уже в этом железном каркасном доме тоже расти, вот, вот, или, там, то есть ванная, к примеру, да, то есть вода тоже идет под плитками, потому что они там ставят МДФ на стены, вот, а потом клеят на них плитку, это МДФ, понятное дело, без водозащиты, соответственно, все это дело напитывается, и потом начинает грибок везде расти, в пользе спальни, в детской и тому подобное. Ну, крыши, это, как бы, отдельный такой пункт, то есть практически все крыши там, что он смотрел, они какие-то кривые были, вот, ну, то есть по плану, допустим, должна быть прямая линия, да, а там она как-то изгинается и тому подобное, ну, казалось бы, ну, и ладно, фиг с ним, да, но проблема в том, что когда она так вот изгинается, то там же и возникает вот это вот место, где вода начинает капливаться, ну, и потом все это дело прорывается, и ваннус потолка начинает капать, там, вот, не туда пошел, вот, куча таких историй, где они там вроде как, ну, снаружи вроде как все видно нормально сделано, а вот когда он подлазит там прямо под окно, то вся изоляция открыта, то есть там, пенопластовая изоляция, да, он говорит, полностью все открыто, а птички любят это дело поклевать вот, на окнах, да, пенопласт, вот, и потом все это дело выклевается и тому подобное, либо там зазоры по 10-50 миллиметров, вот, между плиткой там и тому подобное, то есть качество везде практически ужасное, даже он один раз сходил на дом, который считается самым лучшим в Австралии, вот, по качеству, он там какой-то премию выиграл, вот, и через 7 лет он сходил туда, потому что его попросили владельца этого дома, вот, и там он косяков столько на видео, что, ой-ой-ой, вот, и как бы, какой вывод из всего этого дела, вывод, прикол в том, что, когда вот эти вот компании, они строят, они запрашивают инспектора, который инспектирует именно от ВИФКОМ компании, и, то есть, все эти инспекторы просто-напросто все везде галочку ставят, пас, 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 прошло, 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 и дальше все замечательно, то есть он был в одном доме, где банк говорил, что, вернее, строители сказали банку, что уже, как бы, завершена фаза, дом на 97% завершен, 97,5%, вот, там буквально осталось чуть ли не поставить крышечку для унитаза, там, и тому подобное, да, вещи, вот, но там строительного мусора невероятное количество, а второе, это то, что вот эти вот все косяки, там нету изоляции, либо там зазоры по 5 сантиметров, вот, либо нету водостока и тому подобное, короче, он там насчитал косяков на 200 тысяч, вот, то есть, грубо говоря, уже дом практически завершен, да, а теперь надо полностью плитку снимать, потому что нету водозащиты, ставить новую плитку, срывать стены там и тому подобное, потому что там, допустим, потолок с одной стороны, там, грубо говоря, 2,50, 2 метра 50 сантиметров, а с другой стороны 2,55, и вот надо теперь ровнять потолок, крышу там и тому подобное, то есть, вот такие вот приковы, там дерево плесенью покрывается, и, то есть, там чуть ли не весь дом уже, как бы надо разбирать заново, вот, и строителям приходится все это дело переделать, приковы о том, что, как бы, большинство вот этих вот строителей, они просто-напросто берут и банкротятся, и потом все, конец, как бы, вы там в Лимбо сидите с домом, который не завершен, вот так вот получается здесь в Австралии, даже вот с такими вот хорошими домами, да, то есть, если вы там надумали строиться, то это надо именно с контролером, причем своим, который имеет хорошие отзывы, и который будет это дело проверять, вот, потому что, ну, как я уже сказал, компания со своими контролерами все проходит, вот, и... ну, тут даже не со своими контролерами, а тут вот прикол, буквально недавно я прочитал, что, там, на каком-то полуострове, что ли, в Мельбурне, консул разрешил строить дома, и это при том, что эта территория была полностью затоплена во время недавнего ливня, что теоретически, как бы, запрещено, да, но такие вот приколы здесь, как бы, вполне нормально, и, как я уже сказал, надо всегда, везде и тому подобное нанимать своих людей, ну, а свои люди, понятное дело, будут вам стоить несколько тысяч, да, чтобы все это дело проверить и тому подобное, вот, ну, такие вот приколы, к сожалению, в Австралии. По поводу качества здесь очень-очень оно ушло вниз. Кто-то там писал в комментах у этого мужика, что, говорит, у него, там, соседи есть, живут, которые в доме, который сто лет назад был построен, и сосед сказал, что мой дом простоит еще, остальные, там, 50 лет, а твой через 20 лет новенький дом уже развалится, нафиг, потому что он видел, как его строили, вот, ну, вот так, вот такой вот здесь. То есть приколы, грубо говоря, там, стенку, допустим, фиксируют не на болты, там, идущие полностью через всю железяку, там, или через всю деревянную балку, а просто на какие-нибудь саморезы, там, либо гвозди вообще, вот, либо на жидкие гвозди, вот, и вот такой вот прикол, ну, каким-то образом оно стоит, конечно, но, не дай бог ему, да, и там чуть больше нагрузки, и все это дело развалится, вот. То есть качество самих материалов тоже оставляет вопросы, то есть, по идее, допустим, на тех же окнах, там, должна быть печать, и, как бы, данные, при которых тестировалось это окно, вот, а их привозят, там, с какой-нибудь Китая, да, и ставят, что-то там непонятное, вот, и оно там стоит, ну, стоит только первые пару лет, может быть, вот, если не начнет разваливаться еще раньше, вот. Такие вот приколы, фундамент ставят, допустим, вот эти дома, которые на сваях, да, он показывал, там, сваи висят в воздухе, ну, вот такой вот прикол, да, то есть, просто они там поставили на землю, вот, не забетонировали, ничего, просто вот свая висит, он подкопал под сваю, вот, и она вот так вот стоит каким-то образом. небольшое такое землетрясение, и начнется там уже что-то разваливаться, да, да, вот. Ну, пожалуй, на этом закончу видео, и, если понравилось, ставьте лайк, и пока-пока.